Здравствуйте и большое спасибо, что можно с вами близко пообщаться. Я очень благодаря ваш блог. И вы сейчас говорили о очень важной вещи, про проблемы, которые стоят перед Камчаткой, про угрозы, которые стоят перед заповедным движением вообще в принципе в России. Я хочу рассказать вам одну историю, связанную с одной из ваших фотографий в блоге, когда вы жили на Камчатке и год публиковали истории из жизни. История, которая случилась с Лисом, который запутался в сетях. Книга, которая вышла уже после всех этих событий. История привлекла довольно много внимания и в блоге, я знаю точно совершенно. После того, как вышла книга, эту историю увидели еще те, кто в блоге в принципе не читает. Я точно могу сказать, что именно эта фотография привлекла очень большое внимание к проблеме распространения информации, касающейся прогоньерства, касающейся проблем всех стоящих перед Камчаткой в частности. Вот в свете того, что вы только говорили о угрозах, которые стоят перед заповедником, планируете ли вы рассказывать не только о красотах, которые вы будете видеть, но и о проблемах, которые... Вот в книге, которая будет по итогам путешествия, будет, конечно, и о проблемах, потому что это тема такая, да, сказать о заповедниках невозможно без... Вот. Но просто как бы... Должны быть, вот когда мы говорим об экологическом просвещении, образовании, там у разных людей, кто этим занимается, и у разных организаций, должны быть разные-то немножко экологические ниши. Естественно, я могу говорить много о проблемах, я их много знаю. Вот. И... Но я все-таки пытаюсь эти проблемы решать не таким, не алармовым, что ли, вот, уровнем, что все плохо, что все гибнет, все загибается, а я пытаюсь у людей пробудить отношения, чтобы люди просто в голову не приходило то, что этому можно делать плохо, чтобы у охраны природы было как можно больше союзников. Вот. Я бы, наверное, заметили, что я в блоге там редко призываю, ну, три раза за все призывал там подписывать письма. Ну, это те проблемы, которые были мне самому известны, вот, хотя ко мне часто обращаются, а напишите об этом, напишите об этом, вот тут, помогите собирать подписи. Вот. Но я вижу, что, в общем-то, подписи собираются достаточно успешно и так, и без моего участия. Вот, все-таки я свою миссию вижу, вот, ну, несколько в другом, чтобы вот каким-то вот добрым словом объяснять и рассказывать, будить любовь к тому, что я вижу и пытаюсь транслировать на большую аудиторию, вот. Ну, имею в виду, что, вот, я всегда понимаю, что вот этот блог, который я веду, это достаточно мощное оружие, что, по моему призыву, сюда можно собрать там несколько тысяч подписей. Вот мне просто люди, которые собирали подписи, например, за противоатомные станции на Камчатке, говорили, что первые шесть часов после того, как я призвал подписать, не помню, сейчас то ли четыре, то ли шесть тысяч подписей появилось, то есть в то время, как на протяжении нескольких месяцев сбора их столько было всего собрано. Вот. Но, понимаете, если все время размахивать оружием, то его перестают воспринимать как оружие, поэтому я вот в прямой пропаганде охраны природы, пропаганде блог, что называется, ну и слово пропаганда, оно правильное для такого случая, вот. Я ее стараюсь избегать, потому что, ну, сейчас многие люди призывают много к чему, и не знаешь, кому верить, кому не верить, и, в общем-то, а вот создать то здоровое, как бы, вот, основу у человека, когда он просто не будет делать плохо природе, когда для него будет полнее, когда его не надо даже призывать. Я сам подписываю, я подписываю сам все эти, ну, не размещаю себе в Фейсбуке, что подписал, там, прошу вас подписать, вот, чтобы это не стало дежурным таким и привычным, а я хочу этим пользоваться в тех случаях, когда, в сильных случаях, но когда действительно надо вот, когда проблема будет ненадуманная, очень серьезная, потому что очень многое часто призывают подписывать по надуманным подписям, там, то заповедники начинают защищать, когда они не нуждаются в защите, вот, и недавно была компания с запором подписей, что-то изменилось как-то законодательство, но люди просто не поняли смысла изменения законодательства, и решили, что сейчас с заповедником все, через 15 минут им. И такие кликуши на протяжении всего заповедного дела, сколько существует заповедное дело в России, там, если можно поискать найти статьи 20-х годов, 30-х годов, где люди пишут, что все плохо, что сейчас заповедное дело в России грохнет. Вот, и я когда смотрю, читаю, что пишут такие экстремальные, зеленые, с призывом, они возмущаются, ты почему-то у себя в блоге этого не размещаешь, вот, ну, просто я когда такие вещи размещаю, я консультируюсь с специалистами, пытаюсь понять, ну, будет это работать или не будет. И вот недавно, что меня удивило, люди быстро за несколько дней сумели собрать 100 тысяч подписей на одном из сайтов, на одном из платформе по сбору подписей. Ну, проблема была надуманная, там, по преобразованию заповедника национальной партии, что-то там такое, что, в общем, там получилось неправильно, друг друга поняли, вот, у специалистов, может быть, лучше разъяснят, но я сразу понял, что это, как бы, ну, увидел то, что сама вот эта основа поддержки заповедника в России есть. Там надо было то ли за 15, то ли за 20 дней собрать 100 тысяч подписей, собрали больше, и за более короткий период. Хотя это был ложный выстрел, ни почем. И, вот, то есть, у нас должна быть, есть какие-то зеленые, даже маргинальные, есть какие-то зеленые, нормальные, есть Всемирный фонд дикой природы, скажем, авторитетный, да, где взвешенные призывы, где просчитанная ситуация, вот, есть специалисты, в конце концов, у нас ведомственные, всякие, в том же заповедном деле, вот. И в то же время, призывал, у нас хватает подписывать, вот. А моя задача, я считаю, спокойно рассказывать, будить людях отношения, создавать людях отношения к проблемам, а не, вот, таким, ну, хотя это я не исключаю от прямых призывов. Но они, мне кажется, не какими-то неправильными. Большое спасибо, что вы делаете, это очень важно. Спасибо. А сам? Может, без микрофона? Да, мы, да. Можно? Ну, у меня бы, наверное, две части хотелось бы. Первая такая, что, ну, я в воле судеб 15 лет в Белоруссии, и, в общем-то, тоже национальные парки, заповедники, ну, и охота, по-моему, честно скажем, своя специфика. Пока зима. Как я понимаю, до Камчатки далеко еще. То есть, вот тот самый случай, возможность съездить, нет желания посмотреть, когда она там? Очень интересно, и на Белоруссию, и на Украину, потому что очень интересный постсоветский опыт, то есть, вот, говорят, там, вот, распад Советского Союза пошел на пользу или на вред там заповедникам. Да, это спрашивают, смотри, а где? Если там в Узбекистане, то на вред, а если там, вот, смотришь, что сейчас при Балтике происходит, изменения, там интересное есть. Вот, и очень хочется об этом опыте, конечно, рассказать. Но просто у меня сейчас, ну, столько, я же, как бы, по 7-8 месяцев, там, от всяких там домашних и всяких, прочий день дел, там, Филония, что называется, сижу там, рядом с этим. Ну, это желание, здесь рядом с Белоруссией, рядом с Белоруссией. Да, Брянского, я живу на границе с Белоруссией. Иногда в Белоруссии даже бываю, вот, но по всяким семейным и всяким прочим делам. Первый заповедник вообще, который я в жизни увидел, который поехал, это был Березинский заповедник. Да, это самое первое. Ну, до сих пор, так сказать, без проблем, у них и фотоучеты, кстати, у них будет такую форму, как фотоучеты. Ну, я хочу сказать, что сейчас вообще-то Белорусский опыт вот охраны живой природы очень интересный, я слежу за... Второе, ну, это уже больше не приглашение, это те принципы, о которых Вы писали, но по большому счету, это уже больше такая профессиональная тема, как по-моему, это касается. В общем-то, ну, тоже столкнуться пришлось, и даже по Белоруссии очень четко. Вот там есть клуб, условно, и есть там фото-клуб любителей дикой природы, скажем так. Они между собой не дружат. Не дружат почему? Причина простая. Кстати, вот она у Вас прозвучала, самое интересное. Ну, так скажем, для одних, вот так, самую важную фотографию, это вот на фотоучете. Какой-то сфотографированный. Ну, это техническая фотография. Нет, не техническая. Они именно для них ценность представляет факт, что я там был, вот, знаешь, как на охоте, ну, ничего не снял, но я его видел. Вот я сфотографировал там фото. А другие говорят, нет, ребят, это не важно. Важно просить у художества. То есть, не знаю художественную фотографию. И когда я, почему вот я так обратил внимание, хотел, когда здесь слышишь и видишь такие призывы, что важно, снято это в вольере или снято это на, так сказать, на лодке. Где, другое? Ну, ребят, а что такое вольер? Начнем с этого. Если это вольер, простите, национальный панк. Тоже вольер, он тоже огорожен. Или вольер охотничий сегодня, ну, 2000 гектаров. Ну, что, где с луком охотиться, условно? Вот я сейчас езжу сюда. Тоже вольер? Или как? Нет. А в чем проблема-то? Не вижу. Нет. А в чем? Считать его, считать это ненастоящих фотографий? Нет, почему? Вы пишите, как есть фотография настоящего, в любом случае. Вот вы заметите, если вы подойдете на выставках, в одной фотографии всегда написано, где сняты. На цельный парк, заповедник или там просто какая-то местность. Вольер нет, пожалуйста, я не против съемки в вольере. А ты чего? Я к чему? То есть, ценность фотографии, к чему? В месте или в ее сути? То есть, я вот как раз именно об этом. Что может быть не стоит на этом? Нет, нет, нет. Очень важно, как она получена. Кому это важно? А зрителю нет? Нет. А зрителю картинку хочется посмотреть, а в лисенок интересен. Правильно? Совсем говорите. Нет, я говорю так, а так сказать, у него находится. Я не совсем, то есть, я совсем не согласен. Я понимаю, вы это написали, я поэтому хотел это, так сказать. На самом деле, это очень важно и важно в нескольких аспектах. Почему? Да, фотография, которая снята в вольере, она всегда... Вот для меня она, по стоимости, ну, по воздействию на меня, она будет ниже, нежели в дикой природе. Я хочу, например, понять, можно ли, скажем, настоящую дикую рысь, там, или дикого волка снять в настоящей дикой природе? Вот. Ведь когда это станет возможностью снимать только в вольерах, это тоже такой сигнал о состоянии того, что происходит. И стоимость такой фотографии, снятой в Валерии, она, конечно, гораздо ниже. Ну, вот у человека живет два волка. Кто же? Два волка. Ну, да. Даже не два, седьмой волка. Ну, и все. Но они не вольери живут. Ну, да. Они приходят у них вольер. Ну, да. Ну, вы знаете, вот сейчас есть такая вещь, скажем, в Южной Африке, в африканских странах, что появились фермы произведения диких животных специально для фотографирования, да? Вот. И вот на современные международные конкурсы вот такие снимки часто просто не принимаются. Вот. И многие вещи не принимаются туда. Ну, это считается неправильным, неэтичным решать. Ну, надо делать так, чтобы эти дикие животные нормально себя чувствовали, нормально жили, чтобы можно было нормально фотографировать в дикой природе. То есть не искусственные условия создавать, а сохранять ландшафт для них, сохранять их среду обитания. Вот. А мало того, что сейчас идет вот, ну, начинается волна протеста вот против такого фермерства, в котором разводятся дикие животные, гейм-парки эти, как вот в Южной Африке. Вот. Одно дело, когда ты снимаешь заповедники, скажем, там, леопарда там или еще кого-то. И другое дело, что ты снимаешь, они же не только часто выращены в неволе, да? А, к сожалению, их еще и дрессируют для фотографов, чтобы они так стали, так стали. Ну, это уже вообще несчастное животное. Это, вот, это довольно грязный бизнес, когда, я не знаю, там, их ограничивают в скорости передвижения всякими способами. Вот. Это уже издевательства. Это уже издевательства. А это уже немножко. А это все очень рядом, все это лежит. Вот тут надо снимать так, как это вот создано создателем, да? И не вмешиваться в этот процесс. Животное должно быть в своем ландшафте. Вот. Но если вы сняли где-то, пишите об этом, честно. Сейчас, мало того, сейчас на международных конкурсах стали просто вот так вот в сторону откладывать снимки, которые сняты на приватах, скажем. Вот мне приходится часто участвовать как судье в каких-то конкурсах. Вот в Лондоне на том же знаменитом конкурсе BBC. Вот. И просто вот судьи видят снимок, они уже известны. Эти места от Финляндии, несколько таких мест, где медведи прикарливают, там, Орланов прикарливают. Вот. И, в общем-то, такие снимки в последнее время, если сначала они активно выигрывали, но когда поняли, что, в общем-то, это индустрия, что эти люди зарабатывают так. Да, это здорово, это удобно, это комфортно снимать фотографам. Они туда ездят, они платят эти деньги за то, чтобы снимать из-за этих скоротков этих прикормленных животных. Вот. Но уже сложилась практика, что на конкурсах эти снимки, как правило, игнорируют. Вот. Свежая практика совсем. Что их одинаковых снимков оттуда просто сотни пошли. Это одинаковых и массовые, да, а ценность-то потерялась. Ну вот поэтому и ценность еще потерялась. Еще вопросы? Фотографического? Да. Вы быте, я спрашиваю. Я быте. Спасибо. Так и быть. Да, быть. Спасибо. Сейчас вопрос возник. В начале, когда Вы выступали, заметили, что технологии, фотография становятся проще с помощью техники. А теряется ли что-нибудь? Ну, можно всякие грубые аналогии, конечно, проводить. Вот, например, сейчас пошла большая, ну, как бы, мода тоже, даже индустрия, это снимать фотоловушками. То есть вообще без участия человека. Сейчас идешь в заповедниках, всюду стоят фотоловушки, и, в общем-то, люди активно снимают. Иногда получаются очень художественные снимки. Ну, случайно там. Я видел там снимки, там, снежная Барса, и с Луной вместе. Просто потрясающе. Ну, это, быть, разные фотографы, разные люди. Кому-то важен процесс, а кому-то важен чисто результат получить. Вот. Ну, это направление обязательно должно развиваться. Вот съемка, автоматическая фотосъемка, высокотехнологическая фотосъемка, фотосъемка с помощью... Вот, жалко, не пришел сюда, он сегодня был на третьей выставке, Николай Зиновьев. Он делает потрясающие снимки автоматическими камерами, и потом непростым фотоловушкой, он сам строит фотоловушки. То есть это, обычно, фотоловушки, это камеры, которые, ну, не очень дорогие, там, 3, 4, 5, там, мегапикселов. А он на Nikon D800, то есть супер такую качественную камеру, пристраивает все эти механизмы для того, чтобы она срабатывала, и снимает, и эти снимки делает. И снимки очень интересные. Вот. Почему нет? Если получается хорошая, красивая снимки. Лично я этим, я использую фотоловушки, но я фотоловушки использую только для изучения местности. Их, собственно, ими не снимаю, но я когда хочу понять, что здесь живет, где проходит. Вот, например, волки, которых вы видели у меня, я сначала и снял на фотоловушке, я бы даже не знал, что они есть. А когда увидел, что тут есть волки, сняты на фотоловушке, я начал уже, не фотоловушку поставил там туда, а сам сел и сидел и ждал, потому что, поэтому эту ловушку надо настраивать, она там, это механизм, который работает. Кто-то мне недавно сказал, вот у нас, Александр проводил, вот, на 100 черепахи лектории постоянно проводится, и кто-то из лекторов, кто рассказывал на эту тему, ну, это же все эти высокие технологии, которые стоят между человеком и дикой природой, ну, это, извините, там, как секс по телефону, там, так употребил. Вот, я предпочитаю, вот, все-таки прямой контакт, и, ну, для каких-то из, прямой контакт с дикой природой, значит, чтобы я сам видел, чтобы я сам выбирал момент, не три кадра в секунду, как машина запрограммирована, а выбирать этот момент, выбирать положение камеры, ты делаешь композицию, вот. И, конечно, не знаю, я, например, никогда активно не буду, для меня фотловушки никогда не будут, ну, глав, основным способом получения изображений, но а вспомогательные, они у меня уже сейчас вспомогательно работают, иначе многое просто пропустишь, если не будешь им пользоваться. А есть люди, которые ставят ноту, Николай Зиновь, замечательный результат получает, но и здорово, отлично. Поэтому как, кто во что вы. Спасибо. Я видела, еще рука была.